Внедрение обязательного социального медстрахования в Казахстане перенесено на январь 2020 года. В 2018-2019 годах медицинскую помощь граждане будут получать так же, как и прежде, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. До 2020 года работодатели будут единственной категорией плательщиков Фонд обязательного социального медицинского страхования. Они будут уплачивать отчисления за своих работников и собственных средств. Индивидуальные предприниматели с 1 января 2018 года за себя не производят уплату. Но если у них есть наемные работники, как работодатели, они должны будут уплачивать сумму отчисления Фонд социального медицинского страхования. То есть сейчас, с 1 января на 2018-2019 год остаются одни плательщики работодатели. Кроме того, согласно изменениям, государство начнет уплату за 14 категорий социально защищенных граждан с 2020 года. В эту категорию, вы знаете, входят дети, пенсионеры, инвалиды, безработные, матери, находящиеся по уходу за ребенком, студенты и, соответственно, заключенные и другие люди. Согласно изменениям в налоговый кодекс, индивидуальные предприниматели на основе упрощенной декларации должны уплатить взнос до 25 февраля 2018 года, крестьянские хозяйства до 10 апреля 2018 года. При этом индивидуальные предприниматели, работающие по пантенту и уже внесшие взносы за себя на 2018 год, могут вернуть свои деньги, обратившись в филиалы ГЦВП. В 2017 году, с 1 июля, они уже начали делать отчисления за своих работников. Отчисления они делали в размере 1% от начисленной заработной платы работников. Теперь же, согласно закону, с 1 июля 2018 года, размер отчислений для них законом установлен в размере 1,5% на 2018-2019 годы. Это касается также и индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, использующих труд наемных работников. Но здесь хотел бы отметить, что для того, чтобы отчисления на ОСМС не стали дополнительной налоговой нагрузкой для работодателей, для них в новом налоговом кодексе предусмотрены изменения. То есть у нас размер соц. отчислений уменьшился на 1,5%, как раз на те же самые 1,5%, на которые у нас вошли ОСМС. Поэтому никакой дополнительной нагрузки для работодателей не возникнет. На середину января текущего года поступление взносов в фонд по республике составляет почти 34 миллиарда тенге. Из них от Кустанайской области больше полутора миллиардов тенге. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжина, РТН.